Требуются добровольные помощники. В учебном классе пожарно-спасательной части прошли занятия с добровольцами по оказанию первой помощи. Среди слушателей курса молодые люди, желающие пройти обучение, чтобы потом помогать пожарно-спасательным подразделениям. Сердечно-легочная реанимация, давящие повязки и транспортировка пострадавшего с переломом. Добровольцы внимательно слушают наставников. Катрина Тайбари на курсах с самого начала их организации. Девушка уверена, она может помочь и даже спасти чью-нибудь жизнь. Я выбрала это направление, потому что ситуации в жизни разные бывают и ко всему нужно быть готовым. Поэтому я хочу более глубоко изучить тему спасания жизни и уже быть в курсе. Владислав Вылка совсем недавно начал посещать курсы, но твердо намерен получить сертификат и стать добровольным помощником пожарных подразделений. Что тебе самым сложным кажется? Мне кажется, сердечно-легочная реанимация. Если ты будешь в такой ситуации, человеку нужно срочно помочь, я думаю, это будет сложно. Занятия разделены на два этапа – теоретическая и практическая части. Помощник начальника третьего караула Максим Канев объясняет добровольцам, как действовать в экстренных ситуациях, чтобы спасти человеческую жизнь. Для этого нужно практиковаться, для этого нужно психологически быть стрессоустойчивым, стрессоустойчивым, для того, чтобы в такой ситуации оказаться хладнокровным, ну и не растеряться те, как говорится, знания, которые у тебя выговорят, и применять в школьной практике. На занятия в пожарную часть еженедельно приходят до 20 добровольных слушателей. Программой для них запланировано 8 тем. В целом 8 тем начали мы проводить с конца прошлого года, потом был небольшой перерыв на раскачку, скажем так, и вот возобновили свои занятия. Сейчас, получается, у нас почти каждую неделю проходят эти занятия. Ну, опять же, все зависит от занятости людей и, ну, в принципе, наших подразделений. Занятия для добровольных помощников начались еще в конце прошлого года. Курс надо не просто прослушать, а действительно понять и принять информацию, чтобы в экстренном случае не растеряться, а в конце сдать экзамен. Ну, опять же, получат, скорее всего, не все. Будем смотреть по посещаемости, в конце будут проходить. Будем проводить для людей зачеты, экзамены, и вот по результатам этих экзаменов в совокупности, в общем, лучший из лучших. Напомним, что по окончании курсов и успешной сдачи экзамена добровольные помощники смогут оказывать реальное содействие подразделениям МЧС. Ольга Руслова, Дмитрий Лукевич, Телеканал Север.